В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Памяти героев. В райцентре Гумбетовского района сразу две улицы, названные именами погибших участников СВО. От былого ремонта не осталось и следа. Состоянием дороги Баба-Юрт-Шава-Цумада заинтересовались общественники. Столетию со дня рождения Расула Гамзатова посвящается. В ДГИ прошло первое мероприятие, приуроченное к знаменательной дате. Последние дни тренировок. Сборная Дагестана по вольной борьбе готовится к Кубку Ивана Ярыгина. Каспийск и Луганск подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Документ предусматривает более 20 пунктов взаимодействия в различных сферах. От гуманитарной помощи до торговли, культуры и молодежной политики. Делегации обменялись сувенирами и отметили большую перспективу в дальнейшем для обеих сторон. Герои не умирают. Герои живут вечно. В селе Михельта Гумбетовского района двум улицам присвоены имена уроженцев села, которые погибли в зоне специальной военной операции. Речь идет о кавалерах орденов мужества, сотрудниках СОБР, Ястреб, Каспий, майора полиции Шамиля Насрулаева и старшего лейтенанта полиции Шамиля Гаджимурадова. Как говорят в народе, человек жив памятью. А мы помним, мы помним наших ребят. Помнит их Росгвардия, помнит весь Дагестан. Их мужество, их героизм, которые они отдали свою жизнь на благо процветания нашей великой Родины Российской Федерации, на благо процветания Дагестана, на благо наших детей и потомков. Если мы помним, значит они с нами. Автодорога Баба-Юрт-Шава-Цумадам из-за дождей и непогоды покрылась грязью и большими лужами. Вот такое состояние находится сейчас дорога в данный момент. Шава-Баба-Юрт. Эта дорога в 2019 году уже сделанная была. Как ее сдали, как ее принимали, не знаю. Дорога протяженностью 36 километров – единственный транспортный маршрут, связывающий население прикутанных хозяйств с районным центром. Как сообщает пресс-служба отделения Народного фронта, дорогу отремонтировали три года назад. Но она уже в негодном состоянии. В дождливую погоду полотно превращается в массу из глины с большими лужами. От ремонта, как говорится, не осталось и следа. Общественники подготовили обращение к руководству Баба-Юрт-Шава-Района и Минтрансу Республики. Муфтият выражает обеспокоенность участившимися в последнее время конфликтами старшеклассников в школах Республики. Представители духовенства провели просветительские беседы сразу в нескольких учебных заведениях с выездом на места. Богословы говорили о добром отношении друг к другу, взаимоуважении и почтительности. Были несколько случаев, когда в школах были, скажем, какие-то инциденты случились. Вы же слышали это, видели в новостях. Из-за чего это бывает? Из-за того, что просто нет уважительного отношения друг к другу. Кто-то кого-то задевает, а кого-то это может быть сильно обидеть, потом он переходит в крайность. Поэтому это отношение друг к другу вы должны беречь. Как вы себя будете вести, какой нрав будет у вас, какое уважение у вас будет по отношению друг к другу, от этого зависит только следующие ребята, какие будут. Я понимаю, конечно, чуть-чуть молодые энергии может быть много и так далее, но уважать друг друга нельзя забывать. Мы же со своей стороны пришли, провели профилактику, пообщались с детьми, скажем, поговорили. Эти ребята помирились, поговорили с директором, с учителями. И, соответственно, детям с точки зрения религии рассказали, насколько важно соблюдать этику друг к другу, любовь друг к другу, уважение. И каждый из этих детей, соответственно, сделал твердое, правильное, чистое намерение больше не возвращаться к таким конфликтным ситуациям, уважать друг друга, любить друг друга. Напомним, что на этой неделе произошло два инцидента с участием школьников. В селе Муги Акушинского района ученица 9 класса напала с ножом на свою одноклассницу. А в райцентре Курахского района по пути из школы домой мальчик 12 лет, оскорбленный неудачной шуткой сверстника, ударил того перочинным ножом. Первое в юбилейном году мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Расула Гамзатова, прошло в Махачкале. Организатором акции выступило руководство Дагестанского гуманитарного института. Со сцены, установленной во дворе вуза, зачитывались лучшие стихи великого поэта на разных языках, а также звучали нашиды в исполнении студентов. В 2021 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 23-й год годом Расула Гамзатова. Масштабные мероприятия пройдут как в республике Дагестан, создан оргкомитет, план по реализации этих мероприятий, но и по всем регионам большой страны. Ну и зарубежные, некоторые зарубежные государства тоже подключаются к этому, потому что масштаб Расула Гамзатова и бренд как для республики, так и для России, неоценима в масштабе Расула Гамзатова. Сегодняшнее мероприятие, которое организовали силами студентов, магистрантов Дагестанского гуманитарного института, которые приехали на зимнюю зачетную экзаменационную сессию, это вот является первым в республике мероприятием, которым начинается год Расула Гамзатова, который проходит у нас в республике. Мероприятие посетили представители духовенства и официальные лица республиканской власти. Дагестанский гуманитарный институт на самом деле на глазах растет. Я абсолютно здесь согласен с вашим ректором, с нашим ректором, потому что наш ректор, я тоже студент, пока что диплом не дали, пока еще студентам остается, как диплом получу, стану выпускником. Потому что на самом деле принимают участие в различного рода проектах, и в образовательных, и в необразовательных. Я имею ввиду большое количество проектов, которые они выиграли и провели в рамках реализации государственной программы взаимодействия с религиозными организациями и государственной поддержкой, которая ведет Министерство по национальной политике и делам религий. И, кстати, ни одного замечания нет, очень на высоком уровне. Самые крупные проекты, которые они проводят, которые вы проводите силами и студентов, и преподавателей, говорят о том, что есть еще задор, который можно получить и реализовать другие проекты. И к новостям спорта. Меньше недели остается до начала Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Сборная Дагестана завершила сбор на базе в Карамане. В оставшиеся до старта дни спортсмены тренируются в своих залах. Основная группа махачкалинских вольников собрана в спортшколе имени Гамида Гамидова. Там на одном из занятий побывали наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Кубок Ивана Ярыгина – первый старт борцов в этом году. До начала считанные дни нагрузки уменьшаются. Сезон 2022 пока самый лучший в небольшой карьере Ибрагима Ибрагимова. В Красноярске 21-летний вольник намерен подтвердить свое лидерство в категории до 65 килограммов. Оспаривать золото Ибрагимову придется сразу с несколькими одноклубниками по Гамидовской спортшколе. В прошлом году начинал с серединского турнира. Я был бронзовым призером. Дальше у меня все сложилось хорошо после этого турнира. Я почувствовал уверенность. Настрой на этот раз, наверное, выиграть. Не думать о бронзе, о серебре. Только думать о золоте. Настрой такой. Мы конкурируем. С друг с другом набираем с каждым разом. В зале боремся. Если попадемся, будем бороться. Ну, мы на ковре боремся, рубимся, так скажем. А после пожимаем руку и дружим. Даже не просто дружим, а как братья вместе. Всего сборную Дагестана представят 50 вольников, получивших вызов по итогам прошлого сезона. Настрой у всех боевой. И хотя Ярыгинский уже перестал носить статус рейтингового, под вопросом поездка на чемпионат Европы и мира. Победа в Красноярске все равно весьма престижна. Там формируется состав национальной сборной. Осталось до вылета у нас три дня. И вот такие разгрузочные дни. Кто-то там вес подгонять. Решили, кто живет в Махачкале, чтобы сборники, чтобы Махачкале здесь в зале Гамидова тренировались. И те, кто там с северной стороне, в Хасырте, все вместе тренируются. Этот турнир всегда, уже лет 30, он был важным. И остается таким же важным, несмотря на то, что наши борцы не могут за границей бороться. Это, наверное, самые большие соревнования для российских спортсменов сейчас. И ребята надежду не теряют, что в этом году пустят бороться на международной арене. Из-за этого этот старт очень важен. Все готовятся. В столицу Сибири поедут почти все лидеры сборной Дагестана. Освобожден только Абдул-Рашид Садулаев. Медальный план у нашей команды простой – привезти как можно больше золота. За победой едет полутяжеловес Алихан Жабраилов. В прошлом сезоне он пропустил главные старты, выиграв только Спартакиаду в Казани. С этого сезона спортсмен будет представлять спортшколу имени Гамидова. Ну, это как-то формирование команды идет. И хочется как-то лидерство забрать и доказать, что я первый номер. Вы, наверное, знаете, мой тренер уехал в Москву, Оливий Мурзавич. И вот 4 месяца, как я решил уже точно, что я буду здесь тренироваться под руководством Анвара Абдуллаевича. Поэтому здесь проходит моя вся работа. Нравится? Ну, это тоже не прям такой чужой мой зал, потому что мы вот с самого детства сюда приходили на схватки. Поэтому этот зал мне очень близок, знаком. И все ребята здесь тоже, в принципе, и сборная, с ними тоже хорошо знакомы, общаемся. Поэтому комфортно. Кубок Ивана Ярыгина пройдет с 25 по 29 января. В Красноярск дагестанская команда полетит тремя группами транзитом через Москву. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях. И до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин